В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа. В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа полночь 22 октября 2019 года. Обновлено полночь 49 октября 2019 года. РИА Новости. Илья Питалев. Президент США Дональд Трамп. РИА Новости. Илья Питалев. Президент США Дональд Трамп. Вашингтон. 9 ок. РИА Новости. Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришем. Сегодня от лица президента Дональда Трампа и его юрисконсульт Пэт Чиполони послал письмо спикеру Палаты представителей Нэнси, Пелоси и главам комитетов Конгресса Энгелу, Шефу и Томинксу. Письмо показывает, что расследование демократов лишено каких-либо конституционных оснований и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства, отметила Гришем. По ее словам, инициаторы импичмента нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы. Все это, как подчеркнула Гришем, нарушает конституцию, принцип верховенства права идет вразрез с предыдущими юридическими прецедентами. По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать, подчеркнула пресс-секретарь. По ее словам, расследование проводится по чисто политическим причинам. В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины, которая подтвердила, что Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего дело Борис Магрипп, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в Палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинение отрицает, заявляя, что борется с коррупцией и считает, что ее должны расследовать в том числе и власти Китая, где, по его данным, Байден-младший также получил финансовую выгоду. 7 октября, 08.10 РИА Новости и О. Шефа аппарата Белого дома считает, что Трамп сможет выиграть выборы. Субтитры создавал DimaTorzok